Александр Родченко родился 5 декабря 1891 года в городе Петербург, Россия, в семье Михаила и Ольги Родченко. Его мать работала прачкой, отец – театральным бутафором. Жили они в небольшой квартире прямо над помещением театра, чтобы выйти на улицу, нужно было каждый раз проходить прямо через сцену. Поэтому раннее детство мальчика проходило в закулисной обстановке. Михаил Родченко не хотел, чтобы сын пошел по его стопам, и настаивал на получении настоящей профессии. Сразу после окончания четырех классов церковно-приходской школы мальчик пошел учиться на зубного техника и даже какое-то время работал протезистом. Однако в 1911 году он поступил вольнослушателем в художественную школу в Казани, куда к тому моменту переехала семья Родченко. В той же школе училась Варвара Степанова, которая позже стала женой и соратницей Родченко, известным художником и дизайнером. В 1914 году во время всероссийского турне в Казань приехали футуристы – Владимир Маяковский, Василий Каменский и Давид Бурлюк. Их вечер произвел на Александра Родченко сильное впечатление, он понял, что хочет заниматься футуристическим искусством. В конце 1915 года Александр вместе с женой переехал из Казани в Москву. Там через общих друзей он познакомился с художником Владимиром Татлиным, одним из основоположников авангардистского движения. Татлин предложил Родченко принять участие в футуристической художественной выставке магазин. Вместо вступительного взноса Александр Родченко помогал в организации мероприятия, продавал билеты и рассказывал гостям о представленных работах. Я от него Татлина учился всему – отношению к профессии, к вещам, к материалу, к продовольствию и всей жизни, и это оставило след на всю жизнь из всех современных художников, которых я встречал, нет равного ему. В эти годы Родченко окончательно определился с направлением собственного творчества. Вдохновившись картиной Малевича «Белое на белом», «Белый квадрат на белом фоне», он создал серию работ «Черное на черном». Однако, если картина Малевича построена на геометрических формах и игре оттенков, то основным выразительным средством для Родченко стала фактура, именно она сделала композицию объемной. Александр Родченко стал одним из основоположников конструктивизма, его работы отличались лаконичностью и геометризмом. Художник иллюстрировал книги, работал над декорациями для театральных постановок и киносъемок, однако наиболее известными стали его рекламные плакаты. Кроме традиционных средств живописи и графики, Родченко использовал приемы фотомонтажа, создавая лаконичные и информативные коллажи. Целую серию рекламных плакатов художник выпустил совместно с Владимиром Маяковским, поэт отвечал за краткие запоминающиеся лозунги. Конструктивистские плакаты полностью вписывались в революционную идеологию молодого советского государства. Они были призваны и просвещать, и информировать, и агитировать. В технике фотомонтажа Родченко создавал не только плакаты, но и иллюстрации для книг и журналов. В частности, к поэме Маяковского про это. Фотографией Александр Родченко стал заниматься с 1924 года. К тому времени он был не только состоявшимся художником, но и педагогом, преподавал в Московском художественно-техническом институте. Сначала Родченко снимал лишь для того, чтобы собрать новые материалы для коллажей, однако позже его новаторские работы стали очень популярны. Родченко использовал необычные ракурсы, благодаря чему его работы приобретали особую динамику и реалистичность. Наиболее эффектно для тех лет выглядели снимки с диагональной композицией, когда съемка велась сверху вниз или снизу вверх. Такие методы противоречили строгим канонам фотоискусства того времени. Но приемы Александра Родченко быстро стали популярны у его коллег, а многие из них используются в профессиональной фотосъемке по сей день. Однако некоторые его эксперименты критиковали. Например, работу Пионер Трубач, на ней мальчик с горном снят с нижнего ракурса. Про снимок говорили, что мальчик более похож на раскормленного буржуа, чем на советского пионера. Кроме жанровых фото Александр Родченко создавал портреты. Самыми известными его работами стали портрет матери, фотографии Владимира Маяковского, Осипа и Лили Брик, и репортажи. С конца 1930 годов Александр Родченко перестал экспериментировать с темами и жанрами. Он практически не снимал и не рисовал, лишь оформлял книги вместе с женой. После Великой Отечественной войны художник увлекся пикториализмом. Это направление фотографии делало снимки похожими на живописные работы. Фотохудожники достигали подобного эффекта за счет особых настроек света и выдержки. В этот период Александр Родченко интересовался цирком и театром и в стиле пикториализма часто снимал артистов. Художник умер 3 декабря 1956 года в городе Москва, Россия. Он немного не дожил до открытия своей первой фотовыставки, которую организовала его.